Доброе утро, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступившими выходными! Желаю хорошего самочувствия, настроения, душевного спокойствия, всяческих успехов! Не забудьте отдохнуть, выспаться, наесться, пообщаться с друзьями, родственниками, пока есть время, в субботу, в воскресенье. Мы как раз с супругой сегодня едем в Питер на свадьбу друзей, поэтому собачку сдали на передержку, соответственно, снимаю сейчас для вас утренний ролик не из парка, а в совершенно других условиях, в привычной комнате, поэтому не удивляйтесь такой картинке. В Липецкой области взрыв газа в жилом доме. По предварительным данным пострадали 7 человек. Однако под завалами еще остаются люди. Известно, что погибла 60-летняя женщина. Из-под завалов достали еще одного погибшего, это 12-летняя девочка. И опять же, о подобного рода новостях перед выборами стараются умалчивать. За неделю это уже третий взрыв. За три дня это третий взрыв. Первый в Ногинске, второй в Екатеринбурге, третий в Липецкой области. И я не удивлюсь, если в отдаленном каком-нибудь региональном центре тоже произошел взрыв, но его просто не растиражировали, не распространили по интернету. Потому что мы входим в ситуацию непрекращающейся перманентной техногенной катастрофы. На моем канале ролики, посвященные этому, появлялись еще год назад. У нас критический износ инфраструктуры по всей стране наблюдается. Прорывает трубы, канализацию. Теперь газ. В чем дело? Наступило похолодание. У людей нет денег на электрические обогреватели. Переплата по ЖКХ бешеная. Власти не включают газовое отопление. Что делают люди? Они просто открывают газ на ночь. И таким образом стараются обогреться. К чему это приводит? В какой-то момент газ накапливается, взрывается, может быть потухло, может быть невнимательно зажигали или там еще какие-то причины. Умирают и те, кто пытался так согреться, и соседи. Потому что взрыв газа, это дело серьезное, бьет, естественно, сразу по нескольким квартирам. Кстати, в Ногинске изначально, в первые, вот я следил за новостями, в первый час говорили, никто не пострадал. Понимаете, это даже не взрыв, это маленький хлопочек. Не обращайте внимания. В итоге к чему это привело? Семь человек умерло. Семь. Третий взрыв. Вообще-то по такой ситуации должен высказываться Владимир Владимирович. Что это у нас такое происходит? На каждом ток-шоу Киселевы, Соловьевы, Малаховы должны рассказывать, так, пожалуйста, давайте вот так-то не делайте, помним о своей безопасности, чтобы, не дай бог, чего как-то. Подобного не происходит от слова совсем. Я подчеркиваю, корень проблемы, почему люди сейчас гибнут, это завышенные цены по ЖКХ и обнищание населения. Хотя есть еще альтернативная версия, которая еще страшнее для нашего общества. Что это пресловутый рязанский сахар. Что они нам через неделю скажут, так это все не просто хлопки, это теракты. И никто не пытался согреться, это были теракты, а значит, надо сплотиться вокруг нашего прекрасного лидера Владимира Путина и так далее и тому подобное. Такая версия тоже распространяется в интернете. Другой случай, еще веселее. В доме на совхозной улице в Москве проводится поквартирный обход. Следователи допрашивают жильцо с целью выявления аналогичных случаев. А что же там произошло? В одной семье два человека умерло, еще двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Они поели арбузика. Поели арбузика и поумирали. Сейчас выясняется, что вообще происходит. Потому что еще один мальчик из другой семьи, у него тоже серьезное состояние здоровья, резкое ухудшение. Непонятно, причина этому арбуз, или у них какая-то другая, может быть, ситуация произошла. Давайте дочитаю вам пару сообщений. Из квартиры пострадавшей семьи забрали все продукты на экспертизу. Сразу же вопрос. А почему вы продаваемые продукты в магазине заранее не проверяете, как это было в Советском Союзе? Опять же, нас сейчас кормят всем, чем угодно. И никто никакой ответственности не несет. То есть, да, если люди сейчас поумирали, какого-то козла отпущения они найдут. Если это олигарх, они отмажутся, найдут какого-нибудь там, не знаю, младшего техника, который якобы допустил какую-то оплошность, из-за него люди поумирали. Олигарх у нас неприкосновенен, это понятно. Откупятся. Если это какой-то будет мелкий средний бизнес, директоры этого бизнеса объявят виновным во всех смертных грехах, все, его, значит, закроют, тоже все понятно. Если виновата сети магазинов, олигархическая структура, продавцы будут виноваты. Неправильно хранили арбузы или чем они там могли отравиться? Колбасой. Если виновата какая-то другая причина, потому что две пострадавших семьи, мальчик из одной и вторая семья целиком, они живут в одном подъезде, возможно, дело в том, что у них утечка газа происходит из трубы. Или, может быть, канализационные газы каким-то образом проникают в квартиру. Или еще что-то произошло такого рода. В любом случае, реальные виновники подобных ситуаций от ответственности уйдут, моя субъективная оценка, мое предположение. Сегодня утром с этого же адреса был госпитализирован 11-летний мальчик с похожими симптомами. В день отравления он ел мясо. Все больше аргументов, что причиной отравления стал все-таки не арбуз. Сотрудники полиции оцепили магазин «Магнит» на совхозной улице. Два дня назад семья, которая проживает в этом же доме, купила в магазине арбуз. У троих членов семьи появились симптомы отравления, всех госпитализировали. 61-летнюю женщину и ее 15-летнюю внучку спасти не удалось. Причиной отравления мог стать арбуз. Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изъяли все продукты в доме для экспертизы. То есть непонятно. Арбуз, мясо, колбаса. Вообще непонятно. В том же доме туда приехали сотрудники Мосгаза. Они проверяют, нет ли утечки. На месте работают сотрудники водоканала. Они сделали заборы воды из подвала. Кроме того, на совхозную приехал кинологический расчет МЧС. То есть может быть это теракт. Может быть людей кто-то специально травит. Может быть, ну в общем непонятно, что они там пытаются найти. Тем не менее, непонятно абсолютно ничего. Значит, почему эта ситуация вызывает вопросы и определенное непонимание? Вот смотрите. Предположим, попадает человек в тюрьму. Шла женщина по улице, упала. Ей стало очень плохо. Потеряла сознание. Если известно, что у женщины больное сердце, будут проверять, что там у нее с сердцем. Если известно, что у женщины проблемы с сахарным диабетом, будут проверять, какой уровень там сахара в крови и какие-то другие показатели. Если известно, что у нее проблемы с центральной нервной системой, с головным мозгом, будут проверять в первую очередь это. Если проверять начинают сразу все, это значит, что все плохо потенциально. Вот если сейчас в Москве и мозгаз проверяет утечки, и кинологи, и водоканал, и, значит, проверяют продукты питания. Это на самом деле указывает на неуверенность власти во всем. Потому что у нас в любой момент может случиться и авария с газом, и это никого не удивит, и с канализацией, и отравленная вода, и отравленные продукты. Мы в этом живем. Поэтому, друзья, одно дело, это наши политические требования, что пора менять власть. Это наша эмоциональная оценка. Мы призываем всех идти на выборы, голосовать. Потому что эти люди приводят, в конце концов, коррупционная, коррумпированная система приводит к гибели людей. Это надо понимать. С другой стороны, надо подумать о практических моментах. Подумайте о себе. Не дай бог. Чувствуете запах газа. Обязательно вызывайте специалистов. Пусть они и проводят там измерения, исследования и так далее. Чувствуете ни запах газа, просто непонятно, чем пахнет. На всякий случай вызывайте службу газа. Поговорите с вашими детьми, с вашими внуками, с вашими родственниками. Не нужно им там целую лекцию закатывать. Ну, просто на всякий случай напомните. Есть такой-то случай, если что, телефон службы газа такой-то обязательно вызвать. То же самое, вода. Купите фильтры. Не надейтесь, что это государство обеспечит вас чистой водой. Ни в коем случае. Как минимум, обязательно кипятите. Лучше кипятить. Не только, не как только закипела вода, но закипела, еще секунд хотя бы 30 она покипела, тогда выключаете, тогда пьете. И то не факт, что вам это поможет. Лучше и фильтр, и кипячение. Друзья, сейчас наша безопасность в наших руках. Пожалуйста, уделяйте этому ваши силы, время. И если есть финансы, то не скупитесь на собственную безопасность. Ну и то же самое продукты питания. Трижды думайте, что вы кладете в рот. Я понимаю, у нас в стране очень мало поводов для радости. Нам всем хочется испытывать какие-то положительные эмоции. И с детства человек привыкает искать позитивные эмоции в еде. Расстроился? Ой, надо что-то вкусненького поесть. Праздник? Надо что-то вкусненького поесть. Вот завтра у нас на канале будет выложено видео подробное. Моя очередная беседа с доктором Поляковым, специалист. Мы обсуждаем вопросы правильного питания. Смотрите, задавайте в комментариях свои вопросы. Мы это делаем для вас, для вашего здоровья. Следующая тема. Политика экономическая. Вчера на заседании Совета Центрального Банка Набиулина объявила о повышении ключевой ставки. То есть все кредиты в нашей стране будут дороже на четверть процента. Это на самом деле вызовет определенное ухудшение ситуации экономической в стране. Предпринимателям будет сложнее вести бизнес. Зарплаты будут немножечко понижаться. Короче говоря, неприятное событие. Набиулина это делает якобы для борьбы с инфляцией. Вообще либералы создают невыгодный фонд для выборов, пишут околокремлевские политологи. Чубайс громит стратегию энергетики и хоронит угольную генерацию. Кудрин говорит, что экономика не растет, а перевозки упали вдвое. Вот еще и Набиулина осложняет кредитование, чтобы не дать инфляции, выпрыгнуть далеко за 4%. Ну так она уже больше 10%. Даже больше 15%. Народная инфляция, вот то, что мы покупаем. Продукты питания, стоимость ЖКХ, услуги такси. Все, чем мы пользуемся, вот средняя корзина товаров, которую покупает не какой-то там состоятельный человек, типа машины, яхты, виллы, а простые товары, они подорожали за этот год примерно на 15%. Официальная инфляция только 6%. Вот Набиулина повышает ставку. Кудрин высказывается, Чубайс высказывается. Даже околокремлевские политологи замечают, что да, либералы что-то готовят. Мы уже с вами больше года обсуждаем этот сценарий. Возможно, возможно. Хотя тот план предполагал активное участие Навального и его структур. Сейчас это все выглядит маловероятно, но тем не менее, если в стране происходит социальный взрыв, возможно, возможно, что либералы попытаются его возглавить, оседлать, потому что у них есть огромные финансовые возможности. В либеральные элитные кланы входят и олигархи, и часть силовиков, и, конечно же, средства массовой информации, и либеральные, и вполне себе официальные. И они могут попытаться перехватить и осуществить госпереворот в свою пользу. Вместо Путина президентом станет какой-нибудь Кудрин со всеми вытекающими последствиями. С другой стороны, на Ютубе начали прокручивать рекламу с отрывком Навального, который якобы призывает не ходить на выборы, сидеть дома, бойкотировать. Вдумайтесь! Вот это серьезный звоночек для тех, кто думает, что надо сидеть дома. Они взяли отрывок беседы Навального с 2018 года, трехлетней давности, с 2018 года, когда была совсем другая ситуация. Выборы 2018 года. На самом деле, если бы тогда Навальный сказал, все идем голосуем за Грудинина и наблюдаем за этими выборами, ситуация могла быть совершенно другой, вообще-то, между прочим. Я считаю, что и тогда это была ошибка. Сейчас они берут старый отрывок и выдают его за новый. И делают это не команда Навального. Это делают сотрудники администрации президента. Администрация президента использует Навального, чтобы оппозиционной общественности сказать, сидите дома на выборы, не ходите. Вот просто подумайте, до чего дошло, до чего дошла ситуация. И просто поймите, что сидеть дома сейчас это абсолютно 100% играть на руку власти. Я просто в шоке с людей, которые этого не понимают. Единая Россия выступила за пожизненное наказание для педофилов. У нас только за последний месяц 4 происшествия, связанных с педофилами. Вчера очередную девочку в последний момент успели изъять из лап педофила. Десятилетняя девочка общалась по интернету, по ВКонтакте общалась с педофилом. Мама этого не знала. Девочка в итоге пошла с ним погулять. 33-летним мужиком, мой ровесник, кстати. Пошла с ним погулять. Он ее привел домой, якобы у него там подарки. Отнял телефон, уже начал приставать к ней. Вот мама вовремя забила тревогу. Все-таки девочку нашли, там переписку ВКонтакте, вычислили кто это, короче, ворвались. Полицейские задержали, арестовали. Неделю назад двух девочек убил маньяк. Вот происходит это на наших глазах. И только сейчас Единая Россия, которая больше 20 лет у власти, решила, давайте-ка перед выборами этот вопрос все-таки поднимем. После каждой такой истории в обществе идут на полном серьезе разговоры всех педофилов. Надо принудительно кастрировать. Или пожизненное заключение. Ну, самые серьезные меры предлагает общество. Потому что это для сознания любого адекватного нормального человека это преступление за гранью. Это преступление за гранью. Единороссы это используют только как предвыборный ход. А реальной работы за эти 20 лет сделано не было. Всем просто наплевать. Посла американского посла Салливана вызвали в Министерстве иностранных дел вчера вечером за вмешательство Америки в выборы в России. Они уже готовят почву, что типа все оппозиционеры, которые будут рассказывать про какие-то вбросы, махинации, карусели, фальсификации, они уже готовятся рассказывать, что это все неправда, что это все ложь, что никаких вбросов не было, что выборы были самые честные, неподкупные. Пожалуйста. Если вы или ваши друзья работают наблюдателями, заранее договоритесь, как вы будете передавать фото и видео нарушений блогерам и журналистам, создайте свой маленький YouTube канал, выложите на него первое видео. Мы такие-то, такие-то, работаем наблюдателями. Если будут факты и нарушения, мы обязательно выложим на этот канал ролики. Сделайте 2-3 видео, чтобы YouTube понял, что вы собираетесь сюда что-то выкладывать. В тот момент, когда на выборах что-то произойдет, не ждите у моря погоды, сразу кидайте все в интернет, сразу на месте. Потому что у вас могут потом отнять телефон и силой удалить все ваши доказательства. Опять же, договоритесь, например, вы наблюдатель от партии КПРФ, договоритесь, чтобы была связь с Москвой, у них есть свои источники, у них есть там мои номера телефонов, контакты других блогеров, ютуберов. Пожалуйста, обеспечьте заранее возможность публиковать ваши доказательства, вбросов и иных фальсификаций сразу на YouTube, сразу, чтобы об этом узнавала вся страна. В рамках последнего решения по мерам борьбы с эпидемией COVID-19, при въезде в Турцию из Российской Федерации на всех пограничных пунктах, дружочек Путина Эрдоган объявляет прекрасную новость. Те, кто вакцинирован спутником Лайт, исключена из списка вакцин. То есть, если вы вакцинированы одной дозой, привились только спутником Лайт, считайте, что вы ничем не прививались. Требует обязательно два укола. То есть, в России это считается все-таки нормальной вакциной. Об этом говорит наш Минздрав, Роспотребнадзор, там Путин, все кто угодно об этом говорят, что все нормально, вы укололись, вы нормальный человек. Друг Путина Эрдоган, которому он в критической ситуации всегда помогает, подставляет братское плечо, говорит Якутия, так мы лучше в Турции будем тушить лесные пожары силами нашего самолета-амфибии. И тем не менее, Эрдоган в нужный момент Путину говорит, эх, мы ваши вакцины все равно признавать не хотим. В это же время они продолжают продвигать в информационную повестку тему о том, как плохо болеют у нас детки, сколько классов отправляется на карантин учащиеся? 28 классов волгоградских школ временно переведены на дистанционное обучение. Ну то есть, вдумайтесь, 28 классов. Это получается в каждом классе просто нашли по заболевшему ребенку. Вы хотите сказать, что на целую область, на Волгоградскую область, нашли 28 заболевших детей и подростков? Это же очень мало. Это очень мало, ничтожно мало. И из-за каждого из этих подростков детей перевели детей, перевели классы на карантин. Ну хорошо, через две недели они вернутся к учебе. Но это же очень мало. Однако же, я убежден, что эта мысль постоянно поддерживается в информационной повестке, чтобы в ближайшее время изменить тональность и говорить, всех детишек надо прививать, а то они часто заболевают. И чтобы мы не расслаблялись, мы не забывали, нам говорят, вот видите, детишка отправляем на дистанционку. Общее количество выявленных случаев заболеваний коронавирусом среди учителей и учеников не уточняется. В администрации Волгоградской области добавили, что в регионе вместе с Роспотребнадзором отработан алгоритм действий, который применяется при заболевании детей ковидом при массовых сезонных заболеваниях. Если в классе появляются заболевшие, то на карантин отправляется весь класс. В случае с ОРВИ такое решение принимается, когда заболело свыше 20%, в случае с ковидом, если зафиксирован хотя бы единичный случай заболевания. Знаете, что интересно? Видите, и обычные ОРВИ, и гриппы предполагают с определенного уровня заболеваемости введение карантина. Я работал в школе 12 лет. По причине гриппа и ОРВИ на карантин класс не отправляли ни разу. Бывали случаи, когда из класса 27 детей в классе в школу ходят меньше 10, то есть заболело 60%, 70%, все равно карантин не объявляют. Роспотребнадзору, Минздраву, Депздраву наплевать на наших детей, запомните, на учителей тем более. Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Простите, если у вас серьезно заболевает ОРВИ и гриппом 70% детей, то из этих 15 человек в классе обязательно у одного-двух пойдут осложнения на легкие, на почки, на печень, на ЖКТ, на сердце. Обязательно. Закон больших чисел. Если у вас в классе заболело коронавирусом 1-2 человека, то скорее всего они заболеют, это перенесут без особых каких-то осложнений. Вот оно лицемерие, вот они двойные стандарты. В Челябинской области развернулась горячая дискуссия, вот это мне интересно, что вы напишите в комментариях. Из-за предложения главного внештатного эпидемиолога региона лечить от коронавируса бесплатно только привитых пациентов. Вдумайтесь. Вы же говорили, что привитые пациенты, их и лечить-то особо не придется, они же все в легкой форме коронавирус перенесут. А теперь они говорят, что если ты не вакцинирован, то тебя и лечить не надо. А я напомню, что еще три месяца назад такое же заявление делал Рамзан Ахметович Кадыров, что в Течне лечить будем только тех, кто вакцинирован, а кто не вакцинирован, пусть они осознают свою ошибку. Главный внештатный эпидемиолог региона Елена Кутрова с самого начала эпидемии работает в красной зоне, это ее так отмазывают, пояснил в пресс-службе глава Минздрава. Высказывание доктора безусловно эмоционально, но она, как никто другой, видит пациентов, поступающих в медицинские учреждения, которые в тяжелом состоянии сразу в реанимационное отделение, и к огромному сожалению, не всех удается спасти. В интервью Обл.ТВ врач посетовала на то, что многие пациенты упорно не хотят верить в угрозу заболевания до тех пор, пока сами не окажутся на больничной койке. При этом, по ее словам, лечение дорогое, чтобы в стационаре поставить на ноги одного человека, нужно 140-600 тысяч рублей. Вы знаете, я, честно говоря, подозреваю, что эти деньги, 140-600 тысяч рублей, это деньги, накрученные в разы. Я предполагаю, что на коронавирусе деньги пилятся и воруются бешеными темпами. Я, конечно, прошу прощения, но у меня есть для этого, для таких предположений, все основания. В региональном Минздраве подтвердили, стоимость лечения человека с ковидом действительно может доходить до 600 тысяч рублей. А сколько, во сколько раз завышаются цены на лекарственные препараты? Во сколько раз завышаются цены на оборудование, те же ИВЛы? По-хорошему, должна быть создана специальная экспертная комиссия, которая оценит, сколько денег реально разворовывается в медицинской сфере, конкретно в борьбе с коронавирусом. Я подчеркиваю, друзья, никто не ставит вопрос. Да, так много людей попадает в реанимацию, ужас-ужас, и очень жалко, что они плохо себя чувствуют и тяжело болеют, и не верят в коронавирус. Вы знаете, ведь все то же самое можно сказать про употребление алкоголя, все то же самое можно сказать про курение, все то же самое можно сказать про употребление сахара, все то же самое можно сказать про эпидемию венерических заболеваний, которые все молчат. Это и ВИЧ, и сифилис, и чем только люди не болеют. Миллионы людей у нас болеют венерическими заболеваниями единомоментно. То есть, это ужас, что происходит, но об этом все молчат. Сколько денег тратит государство на лечение в кожевен диспансерах? Сколько денег тратит государство на лечение сердечно-сосудистых проблем у курильщиков? И тех, кто злоупотребляет алкоголем, тех, кто перерабатывает на работе своей. Всем плевать, но вот коронавирус – это дело особое. Долбанная лицемерие, долбанная система, которой на самом деле на наше здоровье наплевать. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, делайте репосты, высказывайте в комментариях, что думаете о таких высказываниях главного внештатного инфекциониста одного из наших регионов. Обнимаю. Завтра буду записывать ролик для вас из Санкт-Петербурга. До новых встреч. Пока.